И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, мы продолжаем просмотр аниме One Piece и по счёту нас будет 193 серия, но прежде чем мы приступим к её просмотру, не забывайте, если вы ещё не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить свои лайки, писать ваши комментарии, а также подписываться на телеграм и на твич, ссылочки которых находятся в описании под каждой реакцией, а я же всем желаю приятного просмотра и поехали смотреть дальше. Покажи, что вообще случилось с Анелем? Ну, шандарахнули просто его прям очень знатно. Ты слышишь? Каштаноголовый Асан, обезьяны! Надеюсь. Город золота! В небе! У этого болвана получилось! А ты сомневался? Как красиво! Какой красивый звук! Чопер! Чопер! Когда ты очухался! Это лечебный звон? Вот значит, что за звон слышал Норланд. Исцеляющий звон? Пьер, Пьер, да. Кто кого, Пьер? Пьер, да. Пьер, да. Пьер, да. Пьер, да. Пьер, да. Бог... Есть? Да, звать его Луфи. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я почти не верил в то, что он когда-нибудь вновь зазвонит. Великий воин Кальгара, ты слышишь? Огонь Шандоры был вновь зажжен. Интересно, что там происходит? Что это за звон? Неужели это легендарный звук? Ты слышишь? Монглан Норланд. Лучше поздно, чем никогда. Ну, Норланд уже не услышит. А крики даже вполне. Слышит его. Да, змеюка. Да. Они все услышали тот звон. Айя-сан! Это не... Да, он самый... В мире есть только один колокол, способный так звенеть. Романтично, правда? Заехало мое сердечко. Относительно тех колосов, что появились с плотнивым облаком, моя догадка подтвердилась. Если человек стоит в небе, и солнце светит прямо на него, то его силуэт проецируется на облако позади него. И нам кажется, что это огромные колосы. Так эти колосы просто-напросто отражение людей в небе. А у меня было такое предположение. У меня было такое предположение. Ну, не конкретно именно такое. Я не понимал, как именно это все происходит. То, что солнце отсвечивает таким вот образом, что по итогу это отражается у нас. Нет, я не так думал. Я просто думал, что... Ну, вспомнил, что эти люди были конкретно именно с крыльями. И я как бы решил, что, может быть, это как-то какая-то именно тень непосредственно от жителей неба или Шандоры. Ну, от кого-то из них, да? Ну, это же там с копиями. Это именно жители Шандоры. Но я об этом просто не сказал. Но где-то в позапрошлых сериях. То есть не в прошлой. Не в позапрошлой. А чуть-чуть ранее. Я так подумал. Да. Дальше объяснять так ломает. Но все именно так. Мы слышим звон великого золотого колокола. Город золота существует, но в небе. Норланд. Мой предок. Не был лгуном. Вот что мне сказал этот пацан с неба. Да-да. Он даже не сомневается, что это сказал Луфи. Спасибо. Счастлив. Я рад, что с ними все в порядке. А то я себе места не находил. Счастлив. Счастлив. Так, ну надеюсь, он не разобьется. Смотрите, это... Это Максим. Это божий ковчег. И если он останется на поверхности, нами с говном все освез, нахуй, но все золото подпиздит. Он тонет. Это плохо. Не, Нельс это там, наверху еще бежит. Насколько я понимаю. Звон колокола. Это главная гордость города, огонь Шандоры. Песнь острова оповестила об окончании войны. Спустя 400 лет колокол исполнил обещание. Каким бы длинным не было путешествия этого острова, он никогда не забывал своего прошлого. Однажды люди вложили славу в этот колокол. Песня, слышная во всех уголках света, несущая ей гордые слова. Что теперь? Зазвенела. Зазвенела, да. Как думаешь, шосан с обезьянами услышали? Да. На все сто. Мы здесь. Блядь, как я скучал по Чопертону и по его улыбке. Мне даже больших каких-то объяснений не надо, почему он полностью исцелен и почему как бы с ними все хорошо. Я просто доволен и счастлив. Стоит довольный, юблища, и я прям... Я максимально доволен за него. Ты выглядишь крепким! Пацаны-ка! Варса, да. Ты не волновалась? О своем сокровище? Да какая сейчас разница? Лаки! Остальные, они в порядке. Береги свои силы. Здесь кто-то есть. И я... жив? Нет, дай хоть первую помощь окажу. Потом. Ему она нужней. Иди, подлотай его. Одни-то ему вайпера. Почапал. Он прав. Его кости сломаны. Все серьезно. Эй, разве он не наш враг? Уже нет. Уже нет. Сам не знаю почему. Но он храбро сражался. А? Ты-то к чему? Воинская солидарность? Кто знает. Извините. Он поправится, Танукитян. Я северный олень. Вот рога. Не переживай. Он выкарабкается. Вот рога. Пьер, ты очень сильно мне помог. Теперь можешь отдохнуть. Пьер, поспеши. Приведи сюда родственников-наместников. В итоге золотой колок и позолоченный ковчег Энеля. Да, оба упали. Плохо. На Синее море, значит, что пали? Это город золото, но что-то золото здесь как раз и нет. Пойдем дальше без гроша в кармане. А вот я был бы рад иметь какие-нибудь ракуши, а не золото. На Синем море мы таких штукенций нигде не найдем. Ты уверен, что с нами все в порядке? И где кони с Тян? И тем более, сделав все это, они, ну не знаю, им хоть, блядь, миллиард ракуш могут дать, да? Причем с огромным удовольствием и ничего не просяв взамен. То есть они и так сделали неимоверно много, да? Ну просто, если они не заберут где-то какие-то ракуши с небесного острова, ну я буду это с льем считать. Ну просто надо забрать. Надо забрать хотя бы то, что устанавливается на корабль. Надо же, блин, извините, еще раз, надо же показать, типа, что вот мы были на небесном острове, да? Но нужно же что-то, ну хотя бы чисто для, как память взять. Правильно? То, что вы помните, это одно. Доказательство того, что вы там были, это другое. То есть это нужно взять, обязательно надо что-то взять. Пусть не ракуша, хотя хочется ракушу. Что-нибудь другое, что есть только на небесном острове, но надо. Вы уверены, что это безопасно, оставлять вайпера на лечение у синеморцев? Да, уверена. Айса с ними подружилась. Но у нас все еще осталось одно дело. Если враг контратакует, он застанет нас врасплох. Нужно подумать об обороне. Какой враг? Трецов нужно отправить дрейфовать на облака. Что? Так быстро? Да, теперь ему нужно просто отдохнуть. Эй! А что он тарабанит? Нами-суан! Раз нами с таким довольным ебалом, значит... Золото? Да вы все! И я так рада, что вы все живы! Су-су! И я так о вас волновалась! Конис-тян, ты волновался по мне! Нет, ху-ра! Эй, это часом не еда! Вы где ее надыбали? В лесу! Мы наткнулись на пищевой склад жрецов! Ай, бляха! Так, что вы не осталось? Ну как вы спустились вниз? Гому-гому, мол, фусан! Да, кстати, Конис, где твой отец? Ну, в общем, он защищая меня... Так, тихо! Ээээ... Я останавливал на моменте, когда кто-то с голосом, похожим на его отца, был как раз-таки на корабле... Или это мне померещилось? На корабле Мугивар? Может, померещилось? Эй, Эй, Эль! Кто есть? Конис-тян! Конис-сан! Ооо! Конис! А я о чём? Тоже не буду спрашивать коим хуем! Извините, что прошляпал этот момент, остановив... История с помощью млечных ракушей. Однако, так как Ангельского острова больше нет... Они плывут сюда, на высший двор. Большое вам спасибо, Бог! Я давно отрёкся от этого титула. Простите, что позволил держать вас здесь целых шесть лет. Прошу у вас прощения. Мы потеряли свой дом, Ангельский остров. Ишандицы потеряли свою деревню, скрытую в прослойке между облаками. Неужели война и правда окончилась? Священная армия Бога исчезла, но... Вость! Неужели этот разлад, существовавший на протяжении четырёхсот лет, наконец-то исчез? Нет! Я объелся! Ебать! Дело к ночи! Вернёмся к кораблю... Ну, насчёт Луфи я не удивлённого, то что Усоп так обожрался. В смысле? Вот вернусь и лягу в свою тёплую и уютную постель. Усоп, ты слахал, да? Да, ушам не верю. А ещё смеет назвать себя пираткой. Чего? Да о чём вы? Я вернусь в место, подобающее Богу. И ничто в этом мире не посмеет мне помешать. Беспомощные глупцы! Вам никогда её не достичь! Только я достойен! Бесконечная земля! Земля из грёз! Да! Вперёд, Максим! То есть он всё-таки вместе с ним упал? Мы будем на земле, что так девственно сверкает в ночном небе! Как безграничное чудо-варси! Берри-бази! Будем ждать тебя, Эннель, вновь! Это, в принципе, то, о чём я говорил, и то, чего я хотел, да? Типа, увидеть как-нибудь лицо Эннеля, которое осознает то, что он далеко не самый сильный на Синем море. Он просто будет в диком ахуе. Но это хорошо, хорошо. Он не мёртв, и то, что его таким вот образом показали, даёт нам понять, что мы ещё его увидим. Пусть не скоро, но увидим, это факт. Где я? Ты в руинах Сандоры! Ганфол! Ты должен лежать! Ты, Скайпеец! Поспи! Вость! Нас захватили Скайпийцы! Да какие, господи! Мы все жертвы этой войны! А как же золотой колокол? Мы должны защитить его! Что это? Кто-то бьёт тревогу? Нет. Нет, там танцуют, наверное. Не свобойся, Вайпер. Не руби сгорячо. Может, в далёком прошлом был повод вести войну. Но мы уже слишком обжились в небе. И эта земля благосклона приняла всех. Но я же своими глазами! Да. Посмотри на это своими собственными глазами. Люди, собравшиеся здесь, уже и думать забыли о том, что такое война. И змеюка тоже пляшет. Это Луфи с Исопом доебались до нами по поводу костра. Костра, пикника, вот этого. О, бабулька, смотри, как отжигает. Прям морщины пропали. Па-па-па-па-па-па-м. Ну, бабка это, конечно. Продолжение только на Немидии. Ван Пис. Перевод Костян. Отличная серия. Эта серия, она выглядит как завершение этой арки, да? Но у нас ещё две серии этой арки. Да, их должны где-то как-то ещё собрать в дорогу. Они должны дойти до Гоэнг-Мэрии, убедиться, что там всё нормально, всё хорошо, всё починено и так далее и тому подобное. Собраться и их должны отправить в путь. Они ещё должны запастись где-то какой-то именно провизией, да? Должны запастись чем-то в виде ракуш или чего-то вот наподобие этого. Но на это не должно уйти больше серии. Значит, одна серия это будет что-то, 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 что-то ещё, что-то другое, что-то, можно сказать, не совсем относящееся конкретно именно к Небесному острову, да? Ну, наверное. Ну, блин, не знаю. Что бы это ни было, это всё равно будет интересно. А эта серия получилась очень классной, очень весёлой, позитивной, радостной, да? То есть, то, чего, в принципе, и ожидаешь от хэппи-энда, да? Чтобы этот хэппи-энд виделся и чувствовался во всём. То есть, все люди зажили мирно, как я того и хотел, и как я это предполагал, да? Все продолжат жить непосредственно именно на Варсе, то есть, именно на острове на земле, и будут жить при этом мирно и дружно. Энеля показали, что он жив, и что мы, скорее всего, с ним увидимся. Это тоже хороший момент. Единственное, что меня не устраивает, что снова мы, блядь, обратно боссы, голые, блядь, без нихуя, денег нету нихуя, да? То есть, золота никакого не взяли, ничего не взяли. Короче, без ничего на Небесный остров пришли, без ничего с Небесного острова и уйдём. Когда же бугивары, блядь, заработают хоть чуть-чуть денег? То есть, все бугивары, не конкретно именно нами, то есть, чтобы все уже чувствовали, что мани-мани чуть-чуть есть, да? Этого тоже хочется. А так, в целом, повторю, серия максимально кайфовая, позитивная, оптимистичная, и, наверное, мне больше сказать нечего. Просто хорошие, положительные, приятные эмоции после просмотра этой серии. Так что, ребята, да, на этом я буду заканчивать, буду с вами прощаться, а сам буду приступать к просмотру следующей и далее окончательной серии этой арки. Так что, с вами на этом моменте я прощаюсь, вот, и всем доброго дня, доброго вечера. Надеюсь, ребята, что вам понравилась эта реакция, и увидимся уже в следующий раз в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие. Все, ребята, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok